Прежде всего, хотел бы поблагодарить за то, что Вы сегодня здесь, в Москве. У нас накоплен очень богатый и большой опыт государственных отношений за многие годы нашей совместной работы. И я уверен, что мы его в полном объеме можем реализовать. На сегодняшний день я, пользуясь этой возможностью, хочу искренне Вас поблагодарить и поздравить с успешно проведенной предвыборной кампанией и Вашим избранным на высокую должность президента России. Вы знаете, на что я обратил внимание в последнее время и что радует? Это не только то, что у нас развиваются отношения по очень многим направлениям, а здесь не только экономика, но и военное сотрудничество. У нас база полноценная функционирует в Таджикистане. Я благодарю Вам за поддержку и работы. Но у нас в региональном плане отношения развиваются неплохо. Более чем 70 субъектов Российской Федерации поддерживают уже отношения со своими партнерами, коллегами в Таджикистане. Мы, естественно, в возможности не использовали резервы. Очень огромное. За последнее время мы немало сделали в развитии двухторонних связей. Достаточно сказать, что за прошлый год темпы роста товарооборота между Россией и Украиной были гораздо выше, чем любые другие темпы роста России и другими странами. Россия составила свыше 40% и мы достигли хорошего результата в абсолютных показателях. Свыше 50 миллиардов долларов торговый оборот. Мы возлагаем большие надежды, что дальнейшая наша работа и наши совместные усилия в регионе Восточной Европы и на азиатском пространстве, они будут интересны для Украины. И вы нам предложите, так как вы принимающая сегодня сторона, как вы видите, чтобы мы стали вместе сильнее. Я уверен, что нам будет много хороших поводов для того, чтобы промышленное общение, их наше личное, и для того, чтобы отношения между Беларусью и Россией укреплялись, развивались. Я хочу поблагодарить вас, чтобы те интеграционные процессы, которыми мы причастны, которыми мы занимались в последние годы, также приносили плоды для развития наших стран и наших народов. Я хочу вас поблагодарить за все то, что мы сделали действительно не только для наших народов Беларуси и России. За истечный период это тоже сейчас главы государства об этом говорили. И благодаря Российской Федерации за последние 4 года мы смогли достичь интеграции самых высоких результатов. Мы уже не раз вам об этом говорили, так в закрытом формате. Но вот ваша решительность, даже порой риск на то, что надо когда-то идти, надо когда-то решать вопрос, привели к тому, что мы сегодня на постсоветском пространстве имеем самую продвинутую интеграцию. И в ОДКБ в военно-политическом блоке, и в Еврозес, ныне в таможенном и единоматологическом пространстве, с которыми считаются даже наши противники. Пойдем. Хотел бы поздравить вас с победой на парламентских выборах, победой той партии, Республиканской, которую вы возглавляете, которая получила уверенное большинство. Желаю, чтобы это было необходимым условием для поступательного и продуктивного развития Армении как государства, но и, конечно, решение большого количества социально-экономических проблем, которые мы перед собой поставили. Российская Федерация, естественно, будет эффективно способствовать всем этим процессам. Мы остаемся добрыми друзьями и связями. Я желаю вам успеха. Это та должность, которая, конечно, очень принципиальная, очень имеет и в наших отношениях. Я уверен, что и в этом качестве мы продолжим укреплять дружбу между нашими странами. Спасибо вам большое. Я рад приветствовать всех вас на неформальном саммите Совета глав государств СНГ. Признательны, что вы все откликнулись конструктивно на наше приглашение приехать в Москву и смогли найти время для этого. Открывая нашу встречу, хочу вновь подчеркнуть, что страны Содружества – наши самые близкие, в прямом смысле этого слова, стратегические партнёры. Буквально все аспекты взаимодействия с вами для нашей страны жизненно важны. Естественно, что саммит СНГ, а также заседание ОДКБ – это первые крупные международные мероприятия, которые состоялись после выборов президента Российской Федерации. Нас всех действительно много объединяет. Прежде всего, прочные традиции дружбы и добрососедства наших народов. У нас общее прошлое, причём прошлое многовековое, а в недавней истории всех нас, безусловно, объединяет и Великая Отечественная война, победа в этой войне, годовщину которой мы недавно отмечали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова